Вы когда-нибудь были вообще в гостях у коренных ненцев? Если нет, тогда поехали с нами! Народ, всем здорова! Привет! Наша семья едет опять в гости. Сейчас расскажу небольшую предысторию. Помните, когда мы поехали на озеро в Хальтерн, Хальтерн-Амзее? И нас туда не пустили из-за собаки. И потом в конце мы хотели уехать, но в итоге мы не поехали никуда. А все-таки с одной стороны немного покупались, и потом пошли в кафешку сидеть. Так вот, познакомились там с одной парой. Как мы с ними познакомились? Это коренные немцы, они уже такие в возрасте, да? Женщине за 70 лет, а мужчине за 80. Как получилось? Эта женщина, она ехала на велике и пробила колесо. Позвонила своему мужу, и пока она ждала мужа, зашла в кафешку. Так мы и встретились. Пока она ждала мужа, мы заказали себе покушать, заказали пиво. Я ей предложил пиво, предложил покушать. Так мы разговаривали, у нас было время, мужа не было около полутора часов. В общем, потихоньку сдружились. Так вот, когда мы уже прощались, она нас пригласила в гости. Сказала, оставила свой номер телефона, говорит, приезжайте, берите всю семью. И сейчас мы с всей семьей в сборе. С нами вот едут все. И тайфунчик, один тайфунчик у нас вон, загорает, спит. Около трех-четырех дней мы не звонили ей. Она сама потом позвонила и говорит, так вы приедете или нет, давайте назначим термин, встречу и приезжайте. Ну, мы, конечно же, согласились. Почему нет? Во-первых, она нам сама понравилась и с мужем мы познакомились. И когда назначали встречу, мы говорим, что с собой привезти. Она говорит, абсолютно ничего везти с собой не надо. Я говорю, как так, с пустыми руками не пойдет. Нет, ничего не надо везти, приезжайте. Ну, мы как-никак с голыми руками или пустыми руками не ездим. Взяли с собой немного подарков также и решили замариновать шашлык. У нас теперь получается, что шашлык в каждом видео. Ну, в каждом видео, но все-таки настоящих коренных немцев надо, ну, как бы удивить. Да, удивить шашлычком опять взяли с собой мангал. Сейчас приедем, будем снимать видео, постараюсь вам показать, как они живут. И посмотрим, понравится ли коренным немцам наш русский шашлык. Ну, и вообще русские гостиницы, там мы не только взяли шашлык, мы взяли русских конфет, русской наливки, как рябиновая настойка или что-то такое. И тархун, русский сок. Посмотрим, как им... И сделаем, наверное, это видео и назовем немцы и пробуют русскую еду. Точно. Мне самому интересно, чем нас будут сейчас новые друзья угощать. Как-никак немецкая кухня тоже разнообразная, но немцы очень любят мясо. Ну, и как и мы, значит, характерами сойдемся. Ты как думаешь? Ну, я думаю, может, тебя вообще пивом будут угощать. Просто так посидеть, поболтать, а не на обед, откуда ты знаешь. Ничего не знаю. Шашлык я с собой везу, мангал, крутилку, шампура взял. Все взял. Нашей новой подруге, ребята, уже больше 70 лет, но она такая хохотушка, заводушка. Очень любит поговорить. Одним словом, женщина очень приятная, но с мужем мы меньше поговорили. Сегодня у нас будет возможность и с ним переговорить. Она нам также еще рассказала очень много всякой информации, что в округе находится, какие туристы туда приезжают, что там самое интересное. Будем теперь стараться чаще в эту сторону ездить и показывать вам. Вы когда-нибудь были вообще в гостях у коренных ненцев? Если нет, тогда поехали с нами. У нас что, не свободное время, так обязательно гости потихоньку набираю я вес. Ну, тем не менее, потихоньку так же я занимаюсь, но не так. Ем я намного больше, как вы видите по видео. Без конца что-то кушаем, без конца гриля. Возможно, я думаю, как многие из вас, сегодня ровно год, как я начинаю бегать. Кто так же думает. Многие же говорят, да, все, я снова года начинаю. Или с завтрашнего дня, или сегодня выходные последние. С понедельника, да. Еще эти выходные поем, а с понедельника начну. Начну заниматься спортом. Ну, с сентября начнем, по-любому. Так, нам дядька мешал тут. На ЛКВшке проехали. Нам назначили встречу на пол третьего, а вот эти две машины спереди тянутся, и нет возможности их нигде обогнать. Снова знакомый канал, ребята, смотрите. Ой, баржа плывет. Как, кстати. Хороший кадр должен быть. Зато ты просмотрел другую камеру, но после встречи Нива русская проехала. Что проехала Нива? Нива русская. Кстати, ребят, тут много, да, Лады, Нивы, или это одно и то же Лады и Нивы, нет? Ну, одно и то же, в принципе. В смысле, я помню, как у вас была у твоего отца в Казахстане, вот эта вот Лада и Девятки, или что она там была. Да-да, ну, Лада и Нива, это одна и та же тема. Здесь в основном фермера покупают, и особенно где горки такие, они любят на них ездить. Кстати, ребята, мнения в комментариях разошлись. Кто-то говорит, Наталье эти очки больше идут, кто-то говорит, мне. Но Наталье они не нравятся, ей самой, а мне нравятся. Нет, а мне не нравятся, да, вообще, мне кажется, сильно большие для моего лица, или вот квадраты эти не подходят. Ну, посмотри сюда. Мне нравится, не знаю. Сейчас у вас сильно солнце в глаза светит, это дело, поэтому Юрика очкина. Она свои дома забыла, а у меня же, как вы знаете, очков много. Так, ребята, мы уже почти на месте. Хальтер Амзея. Смотрите, какая у них церковь тут. Красиво так стоит, прям на бугре, можно сказать. Еще два километра, и мы уже на месте. Посмотрите, какие тучки и церковь на фоне. А, Наталья, какой видончик, а? Какие фотки можно сделать? Вообще, небо шикарное. Блин, у нас кто масло везут, кто трактора едут. Ну, все нам мешают ехать. Ну, вид, действительно, интересный. Все, ребята, приехали, и погода испортилась. Смотрите, какой дом. Машина. В общем, ребята, смотрите, такой дом. Я буду говорить немного по-русски. Да, все хорошо. Смотрите, для гостей. Сразу небольшой вам обзорчик. Мне разрешили в съемке. Вот он я. Зал. Огроменный. Каминчик. Алло, Ханс. Все хорошо? Да. А у вас? У нас тоже. Я тут кое-что подготовил и привез. Да? Ну, сначала мы пьем кофе. Ты уже хорошо загорел. Садитесь вот тут. Так, сначала темный русский хлеб для вас. Это вкусно. Это ржаной хлеб. А здесь у меня для тебя сыр. Это русский ржаной хлеб. А, понятно. А тут сок тархун. Так, русские конфеты. А это для вас 15%. Так, ребята, посидели мы, попили кофе. Покушали тортики. Они говорят, что начнем грилить. Я говорю, давайте. Я с собой все привез. Они говорят, давайте, мол, достаем сосиски. Мясо будем грилить. Я говорю, у меня шашлык. Я же вам обещал, что привезу. Я привез. Так что вот сейчас ставим мангал. Свой мангал, как всегда. Смотрите. Протянули мы электричество. Здесь моя крутилка. Вот этим сейчас будем аппаратом разжигать. Это выглядит великолепно. Таким, ребята, я еще не разжигал никогда. Аппаратищем. Вот такой вот дом у них, смотрите, огроменный просто. На эту сторону. Хорошо посидели. Время ей покушать пора. Женщины общаются наши. Тут мы уже с хозяйкой дома по одному пиву выпили. Разрешение на съемку у меня есть. Не переживайте. Вот здесь сейчас будем насаживать мясо. Хороший домик. Красивый. Этот дом у них 260 квадратных метров. У них еще сверху есть 100 квадратов здесь, 100 квадратов снизу и 60 квадратов сверху. Представьте, какой большой. 260 квадратных метров. Сейчас будем объедаться. Так, ребята, шашлык установили. Предлагали мне они свой мангал. Я говорю, нет, у меня свой с собой. Пока общаемся, он жарится. Блин, запах стоит. Сейчас здесь соседи все облизнутся просто. Тайфуна прицепили, потому что он уже к соседям напротив бегает. В гости там другая собака белая. Здесь у них небольшая стройка. Переделывают они. Здесь у них была такая верандочка. Тоже сидели. Грильное место. Мне очень много наши новые друзья рассказывали, но я, блин, так уши развесил, слушал и даже не подумал включить камеру. Ну, в принципе, и мне легче, переводить меньше. Так, ребята, пока шашлык жарится, пойду посмотрю. Дети пошли с Хансом вниз. Какие-то картинки. Так, я здесь разуюсь. Это нижний этаж. Картинки. Так сказать, на принтере. Так, так. А, вон они, они все. Эй, алло. Алло. Вас махтер, да? Он копирует. Картинки делают, в общем, для детей. Смотрите, как красивая картина, какая деревянная. Смотрите, лаборатория. Ханс, ничего себе, у тебя тут круто. Смотрите, какая дорога. Так, смотри. Это здесь. Пока. А, так. Вот здесь. Они не ездят, потому что все еще строится. Это ты сам сделал? Нет. Эту платформу я так купил. Но я сделал тут рельсы. Хотел сейчас сделать дома, потом провести проводку, и будет свет. И там, сзади, где сгоревший дом, я тоже сделаю подсветку. Да, смотрите, сколько всяких игрушек, как раз для наших детей здесь. Поезда четкие. Железные, тоже. Поезда из железа. Хватит заниматься мне игрушками там с ними. Смотрите, у меня тут шашлык почти готов. Шепчет, пора звать женщин. С подносом. Дорогие женщины, хватит разговаривать. Возьмите один поднос с мясом, и один пустой, и пойдемте со мной. Что мне надо сделать? Взять два подноса. Да, один с мясом, у нас еще есть немного, и один пустой, и пойдемте со мной. Потому что мясо почти уже готовое. Выглядит отлично? Да, и эти штучки сами крутятся. Да. На тарелку. Хорошо, здесь уже пару штук готово. Это, и вот это. Момент. Здесь нам надо пару минут подождать, а остальное можно уже положить. Это невероятно. Сейчас достаточно. Хватит работать. Пора садиться. Так, ребята, пойдемте все, пожалуйста, со мной. Мясо уже готово. Хватит картинок. Ханс, пойдем, пойдем. Это вкусно. Видно, сделано с любовью. Очень вкусно. Честно? Честно. И очень нежно. Вкусно. Это мне надо запомнить. За день до готовки, да, за день до готовки, надо добавить лук, перец, соль, стакан минеральной воды, и все. У меня есть один рецепт шашлыка, где мы делаем соус только из кетчупа. Потом мы одеваем шашлык на маленькие шампуры и без жарки оставляем, чтобы он промариновался в этом соусе и все. Это очень вкусно. Наша старшая дочка тоже любит такой шашлык, как вы сейчас сказали. Зот свишендуйх прост. 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 Да что ж такое сегодня? Погода переменчивая. Опять ударил дождь, ребята. Ханс говорит мне, давай сюда ставь. У него здесь гаражик под велики. Говорит, пусть дымит лучше здесь. Я поставил. Вот так вот. Вот здесь у них гараж большой, под машину. Две машины подряд входит. А здесь такой вот гаражик. Хорошие ребята. Хорошо принимают. Общаемся. Они хотели очень много приготовить, но я сказал, не надо. Они салаты, там вот эти сосиски, мясо грильное. Я говорю, мы не сильно голодны. Мы хотим, чтобы вы попробовали на шашлык, а потом, когда уже вы к нам приедете ответной поездкой, тогда уже будете и салаты, и все. И так же можете с собой сходить, и привезти. Я им сказал, вы только не подумайте, что я здесь бегаю, хозяйничаю, все сам. Он мне говорит, давай я тебе все отнесу, сам сделаю. Я говорю, не надо. Я говорю, поболоже, сам справлюсь. Спасибо. Блин, я задобил здесь все им. Сейчас у них сработает здесь пожарная сигнализация. Смотрите, маяк какой. Ну все, это снимаем уже, готовое мясо. Так, народ, Ханс хочет попробовать русский сок Тархун. Давай попробуй-ка. Просто. Супер. По вкусу это как вальтмайстер, да? Да, это и есть вальтмайстер. Когда мы были маленькие, у нас тоже был такой. Мы его раньше сами делали. Но вкусный? Да, вкусный. Сейчас можно купить вальтмайстер сироп. Потом разбавляешь его с простой водой. Супер. Я еще никогда не ела такой вкусный шашлык. Это ты должна сказать на камеру. Я мужу сказала, что у нас сегодня как будто наши внуки приехали от нашей дочки. Скажи-ка еще раз, как ты сказала насчет шашлыка. За Олика. За Олика. Очень приятно было с вами познакомиться. Но мы еще увидимся в будущем. До свидания. До свидания. Но в следующий раз вы теперь к нам приедете с визитом вдвоем. Да, как условились, договоримся по телефону. Когда вы переезжаете? В конце месяца. В конце августа? Да. Да тут же совсем чуть-чуть осталось. У вас, наверное, много работы? Да, много. Но мы вас дождемся двоих. И поможете нам. Ладно, за все спасибо. С удовольствием. Мы рады вам. Хорошего вам дня. Но мы еще увидимся в любом случае. Хорошо вам доехать до дома. Вот так вот, ребята, мы отлично посидели. Нам провели небольшую экскурсию по дому. Рассказывали очень много. Но это, как сказать вам, частная история. То, что людям принадлежит. Не хочу это рассказывать, выкладывать. Ничего плохого, конечно, не было. Все позитивное. Все такое. Без политики, без ничего. Но пусть это останется между нами. Мы как-никак только второй раз свидимся, познакомились, пригласили их к себе в гости. Сейчас переедем, они к нам приедут, потусим. Будет возможность отсниму видео. Сильно в доме я не наглел снимать. Хотя мне разрешили, сказали, снимай все, что хочешь. В целом, очень хорошо провели время. Шашлык понравился. Все. В следующий раз приготовим что-нибудь другое. Не только шашлыки, машлыки. Так что всем спасибо за внимание и всем пока, что-то.